Парень, который выиграл у Василия Федоришина, и которого зовут Сахид Презрений. Ну вот, для русского уха, так, презрение звучит. Это фамилия, будет ли он с презрением, что называется. Вести поединок, не думаю. Ну, до последней минуты, вы видите, опенсат оставался в майке, пытаясь тело сохранить горячим. В динамичной игровой манере все время выступает второй номер, по сути дела, российской сборной. Номер один в этом весе, весе Кудухов. Недавно... Опа, опа, как ошибся-то, как ошибся, Сад. От большого желания сам себя лишил от выигрышного балла. Кудухов на Кубке мира неплохо выступил, очень неплохо стал победителем. Действующий чемпион мира. Ну вот, в России основной его соперник в этой категории. Напомню, что у нас есть в этом весе двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров. Но я слышал, что на чемпионате России Мавлет будет готовиться в более тяжелом весе, 66. И для меня это удивительно, потому что он достаточно миниатюрный спортсмен. Итак, Сад заставляет. Видите, как раскрыл захватом за ногу, растянул. Албанца сравнял счет. И очень динамичный финал. И посмотрите, насколько Сад зарежен. Он все время пританцовывает, первым поднимается, идет к центру. Первым номером работает. Вот так немножко сгоряча, конечно, потерял балл в начале. Сейчас такое ощущение, что нервная система пришла в норму. Ох, потеряли атаку. Потому что Сад ногами очень часто борется. Собственно говоря, и балл он в портрере забирал тоже с помощью ноги. Сейчас режиссеры включили камеру, которая показывала поясной план. Потеряли там момент атаки. Джамбулат Ильич ТДФ. Тренер главный нашей вольной когорты. Очень яркий спортсмен. Сад даже не обращает на судью никакого внимания, насколько сосредоточен на сопернике. Арбитр попросил повыше стоять, раскрыться спортсменам. Ну, мне непонятен этот жест, честно говоря. Почему в вольной борьбе в этом плане нет ограничений. Так, так. Активизировался албанский спортсмен. Две минуты. По последнему движению наш спортсмен эту схватку, не схватку, а период оставил за собой. Считается, вот балл, который он отыграл, дает ему преимущество. Видите, как пошел в атаку и равновесие потерял на пятках, остался. Ну, вот, сейчас смотрите, как и вывел соперника с ковра. Скрутить может, скрутить. Кладет, положить надо. Три балла, три балла делает опенсат. Придавил лопатками к ковру, но не сумел зафиксировать, поэтому чистой победы не получилось. Ну, очень яркое начало с крестный захват ног. И пошел накат, еще не отпускается. За явным преимуществом, чтобы выиграть, остается... Остается два балла добрать. Да, достойная победа, очень хорошее начало у наших ребят. Молодец, молодец. Насколько сильнее второй номер российской сборной, как мощно выиграл. Вы знаете, у него тяжелее был полуфинал, я уже говорил, но сейчас великолепно. Зачастую приглашают из других стран, прежде всего, это, кстати говоря, из России, Украины и Белоруссии. И вот наш парень, выигравший золото. Мэр Дортмунда вручил награду, и президент Фила руководит этим процессом. Сейчас Рафаэль Мартинетти, вот он, передает свидетельства, так называемые, грамоты. Ну что ж, друзья, болельщики, поздравляю. Есть о чем будет сказать и в новостях сегодня. Рафаэль Мартинетти, вот он, передает свидетельство, так называемые, грамоты.